Ежедневно во Дворце детского творчества проходят уроки объединения шашки. На первом этаже, в седьмом кабинете, собираются ребята одной возрастной группы. Что-то усердно изучают, разбирают и много играют. Однако шашки не такой простой вид спорта, как может показаться на первый взгляд. Шашки всегда был очень актуальным видом спорта. Это спорт, интеллектуальный вид спорта, развивающий умственные способности, развивающий логику у детей, способность правильно мыслить в правильном направлении, способность анализировать свои действия и развитие событий. В зимние каникулы в Нижнем Новгороде состоялось первенство области по русским шашкам среди юношей и девушек. Воспитанники объединения шашки приняли участие в этом состязании. Тимур Стегунов, призер первенства Нижегородской области, рассказал нам о том, как прошли их соревнования. Я играл с межгородцами, Суслинков, Гриша Розенберг, много еще кого-то было. Мы играли долго, три дня. Михаил Коваленко успешно выступил на этих соревнованиях, стал чемпионом Нижегородской области. Юноша – кандидат в мастера спорта. Если я, допустим, играю с более сильным игроком, то, конечно, я немного волнуюсь. Когда с уровнем Межгородской области, то практически не волнуюсь. Волноваться вредно, делаешь тупые ошибки. Алиса Рубцова в 9 лет играет в старшей группе и не уступает своим соперникам. На первенстве области спортсменка стала призером. Я поеду на первенство России и хочу там занять три первых места. Потом поеду в Турцию на мировые соревнования. И еще я до лета хочу успеть съездить в Сочи на первенство России. Небольшая удача, талант и огромный труд помогают детям добиваться высоких целей в таком виде спорта, как шашки. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24.